Екатерина Зиолхакова Барс лучше? Прогулка на теплоходе определила судьбу. Получается капитан, который в будущем мой наставник был, показал мне все. Ну там можно было сфотографироваться в рубке. Мне очень понравилось. Я увидела, как он водит судно. Я такая, все, я хочу пойти сюда. Александра уверена, женщина на корабле не к беде. Ее пример тому доказательство. За плечами Саши три навигации на север. Самая дальняя точка – Симаковское месторождение в Тазовской губе. Всего доброго, удачи вам. До свидания. Спасибо за совместную работу. Всего доброго. До встречи. Несколько лет на борту атомного ледокола «Ямал» работает Марина Старовойтова. На то, чтобы оставить школьное учительство и поменять профессию, наверное, повлияло имя. Ведь Марина – значит морская. А вообще на флоте девушка уже 19 лет. Начинала с матроса и дослужилась до старшего помощника капитана. У меня с ним. Я, как мать, конечно, переживаю, что могу что-то отпустить в его жизни. Но пока он справляется, удастся на возможность идти к своей цели и заниматься любыми делами. Хотя, по словам Старпома, женщинами на флоте уже не удивишь. Судоводители, операторы, электромеханики – многие из них, как и Марина, весну встречают в плавании. Есть еще один плюс у женщин на флоте. 8 марта представительницам прекрасного пола жаловаться на недостаток внимания не приходится. Екатерина Поленинова, Дмитрий Ельпин, Александр Суворов. Специально для программы «Время Ямала». Тюмень.